Ты знаешь, кто ты, и с чего сделано. Война в твоей крови. Смирись с этим. Война с чем? С плохим кино? Да нет, война с пиратством. Ты посмотри, что написали! Как вы помните, Горько — это история про свадьбу, история про слабохарактерного жениха, истеричную невесту, проблемного зэка, гору странных и пьяных персонажей со Светлаковым, а также история про хорошего отчима, который ради своей приёмной дочки готов был пойти практически на всё, но которым бессовестно пользовались молодожёны. Что привело к конфликту, который разрешился, потому что запели песню Натали. Никаких выводов, никакого изменения персонажей, ни драмы, ни юмора, лишь оправдание фразой «Это же как в жизни, поэтому смешно». Смешно оказалось на 25 миллионов долларов и на несколько кинонаград. Всё это обрекло Горько на появление сиквела. Даже государство решило помочь и выделило деньги с условием возврата на съёмки второй части. Интересно, какой она получилась? Ведь первая часть заявлялась как комедия и не была смешной. Кому-то первая часть показалась недостаточно смешной? Получите и распишитесь. Это умная, мастерская, очень осознанная работа. Вдобавок ловко отсылающая к оригинальному фильму. Хмммм. Вторая часть начинается в знакомом месте. А именно в доме родителей жениха, в который после очередной отсидки возвращается зэк. Снимаешь? Угу. Приблизь. Приблизил? Да, да. Ха-ха! Жопу показал! О! Подъём! Брат вернулся. Не брат ты меня, урка черноморская. Неужто единственного более-менее внятного персонажа первого фильма сделали подстать остальным? Глупые вы люди. Чё-то не то с тобой, Ромик, не то. Люба, на будущее окрошку надо рубить мельче. Это не блесна. Говно. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретиной. Парадокс. Оказывается, что Борис Иванович в долгах, и поэтому живёт вместе со своей супругой в доме родителей жениха. И так как Борис превратился в мудака, меж семей постоянно вспыхивают скандалы. Но этому приходит конец. Отчим вместе с женой уезжает. Слушай, я тебя всё попросить хотела. А можешь помочь Рому на какую-нибудь работу устроить? Конечно устрою. В дельфинарии. Дельфины – интеллектуалы моря. Он будет с ними общаться, ну и говно убирать. Ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а! А-а-а! Молодец давай. Робинь! Налегай на бром, не затягивай. Любочка! А блинов с майонезом не бывает. Жень, да брось ты блесну, найди работу. Ну всё, прощаюсь! Так за машиной, как собаки брошенные, не бегите. Боюсь расплакаться. Знать о Жору Крыжовников, словно Эдзип, разгадавший загадку Сфинкса. Он разгадал ее еще в первом фильме, и сейчас, как прилежный ученик, закрепил ее. А загадка была такова, что делает любую комедию смешной. А все просто. Комедию делают смешной персонажи, которые смеются, а в кадре. Убили! Сняли! Купили! Рали! После вялого покушения Борис Иванович ложится на дно, на дно гроба, чтобы обставить заказчика покушения. Семью, само собой, он заставляет отыгрывать горе перед незнакомцами. И все это действие снимается на камеру, чтобы не вызывать подозрения. Ведь в России принято подобное снимать на камеру. Слышите, пожалуйста. А-а-а-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а! Ад сошел на землю, и сатана наслал на нас своих исчадин. Раскрытый гроб с Борисом Ивановичем кладут на машину, привязывают веревками и отправляются в путь. Стрелить не поднялась рука-а-а! Можно только не блатняк? Во, клип, смотри. Ну ты, юморной. Тебе на этот надо хипать? На юмор ФМ. На пожизненный срок ему, блядь, надо с такими шутками. Герои приезжают домой, и Борис Иванович не хочет вылазить из гроба, ведь могут заметить. Вместо этого он предлагает сделать подставное кремирование. А почему нельзя было заказать закрытый гроб? Ребята из двух стволов очередью стреляли. Скажите, что лицо в мясо превратилось? Чем не оправдание? Какой тупой, а? Это комедия и смешно, потому что как в жизни. О, в смысле, это комедия, и ей надо прощать то, что не так, как в жизни, чтобы было смешно. Внезапно к героям на такси приезжает обгоревший дядя Толя. Этот вечно пьяный, вряд ли у него инсульт, персонаж начинает, как и в первой части, неадекватить и орать. А-а-а-а! А-а-а! 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 О, хуй там! Проклятие на нас, Настя! А-а-а! Сейчас приду. А-а-а! Танцуй, пока молодой! Мальчик! Танцуй, пока молодой! Продюсеры этого фильма хотели устроить мне беседу с режиссёром, и после моего отказа выкладывать эту беседу на основной канал во время проката «Горько 2» в кинотеатрах, беседу отменили. Жаль, у меня был как минимум один вопрос. ЧТО ЗА УЖАШ ТУ ТВОРИТЦА? Ясно одно, приезжает Витя Каравай с продукт-плейсментом в руках. Он старый боевой товарищ Бориса Ивановича. Витя приехал попрощаться с другом. Вот, взял, что было. Борщичка пойду согрею. Угу. Топиться собрался? Нееет! Почему? Там мелко! Иди к столу! Это действительно очень смешная комедия, над которой хохочешь в голос. В ней избавились от минусов первой картины. Вы слышите эту ложь? Минусы в первой картине. Да о чём они вообще? Между тем, Борис Иванович успевает предупредить Наташу, что Вите доверять нельзя. Наташ, мне... минутку на единение повыть. Зачем? Нет, серьёзно. Зачем здесь музыка из кинза-дзы? Почему не из фильмов Свой среди чужих, Холодное лето 53-го или Джентльмена Удачи? Просто потому, что мы можем. Я ж всё помню, Боря. А почему вы не сделали, что Виктор отсасывает у Бориса Ивановича? И тот как бы должен держаться, не разрушая легенду. Бред? Ну а для определения, жив человек или нет, протыкать ему ногу вилкой не бред? Неужто нельзя дотронуться до руки трупа и понять, что труп выдает стабильных 36,6? Или это не должно быть смешно, потому что как в жизни? Эх, я запутался. Слышь! Слышь и возьми боли! Слышь боли! В итоге Витя садится за стол и начинает вспоминать общее с Борисом Ивановичем прошлое. Говорит, нельзя его жрать. Он же человек. Китайос убивали. Было. Ну и как? Слова мне объяснить. Пробовать надо. Точно! Это же Александр Паль играл Хэндо в фильме «Ромпер стомпер». Хэндо в рейлэй-хотел в Гуке. Что удалось показать в фильме, так это разницу характеров Бориса Ивановича, который во втором фильме превратился в паскуду, и Витя Каравая, который уважительно относится к каждому члену семьи. Блесны у меня тут ручной работы. Слушай, ну это искусство. Большое искусство. Наташа красивая стала. Да. Давайте выпьем за другу моего. Живой он. Плохая шутка. Горько два же. Не надо на таком акцентировать внимание. Я знаю, что мои следующие слова будут похожи на бред, но Борис Иванович говорит, что теперь кремировать нельзя. Витя каким-то образом может догадаться. Поэтому он предлагает Наташе закопать себя вместе с аквалангом. От гениальных решений нас переносят к сюжетной линии гопника и его розетки, которая ушла от статного сидельца и теперь жалеет. А сиделец не прощает. Помогите! Чуворянка Ксюша топит Таше! Сливайтесь! Говно не тонет! По-моему, Горько 2 чего-то не хватает. А именно 3D. Ведь сейчас фильм проигрывает по зрелищности зоопарку. Хотя вроде об одном и том же. Безусловно, режиссер отлично выписывает мерзотные образы. И рыцарем в белых одеяниях на этом фоне однозначно становится Витя. Мало того, что он наказывает гопника, так еще обещает вбухать большие деньги в похороны друга. На этом все идут спать. Не спит лишь мочевой пузырь Бориса Ивановича, в комнате с которым находится Витя. Может быть что-нибудь переменится? Сборы 13 миллионов долларов при бюджете 2. Ничего не переменится, пока будут ходить. Мало тебе, да? Мало, Най! Я внезапно потерял нить несуществующего сюжета. Что, блин, вообще происходит? Ах, плебея! Ну тут надо голову иметь, чтобы все это понимать. А дело в том, что моча отождествляет собой отрезок жизни Бориса, от которого тот хочет избавиться. А, как бы, огонь — это Виктор. Виктор, который мешает Борису. Это же не просто какая-то нарезка кадров. Это не грец из кадров. Горько давай — это кинематограф. Кинематограф. Тут головой думать надо. Не все так просто. Хотите знать, почему Толян на самом деле сжег машину? Внимание! Внимание! Потому что у Толяна сгорел дом! Да что ты, черт побери, такое несешь? Кроме этого, сам эпизод никак не заканчивается. Толян обнимает Витю и наступает утро. Он сжег просто так. Зачем это показали? К чему это привело? Жечь в кадре деньги дома и машины доверили харизматичному Толяну, который выполняет те же оздоровительные функции, что и крыса-белка в сиквелах Ледникового периода. Ледниковый период? Ты что-нибудь понял? Не, ну этот, сыт в раковину, а машину сжег Толян. На утро семью выгоняют из дома, прикрываясь какими-то бумагами. Витя уходит разбираться, а Борис Иванович чует опасность. Поэтому требует себя унести, так никто ничего не заподозрит. Тащите меня, черти, чтоб вы сдохли! Ром, тащи гроб! Люба! Люба! Вот опять начинается этот звон в ушах, похоже на... Только более прозрительно. И звон не прекращается, даже когда они бросают гроб. Все, 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 все! Оставляем его здесь, пусть лежит сколько хочет. А мы возвращаемся и разбираемся с домом. Я поеду в администрацию, к блогерам. Вечером уже дом будет наш. К блогерам? Ну, давай! Ром, а как мы вас ставим-то одного? Если ты сейчас со мной не пойдешь, я с тобой разведусь. Короче, Ром, если ты его не вернешь, я с тобой разведусь завтра нахрен. Вы что, сценарий перепутали? В первом фильме Рома был тряпкой, а Наташа истерила и принимала решение. С чего это вдруг во второй части Рома делает такие заявления? Пусть свои проблемы решать сам. Это наша общая проблема, Ром. Да? Да. Удачи. 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 Молодец, Ромик. Вовремя. Ром! Ром! Ну и что нам делать теперь? Очевидно же, поплачь, спой песню Натали и все станет как прежде. Борис Иванович оглашает план. Нужно гроб, в котором он лежит, доставить в Туапсе. Там есть родственники и там можно устроить фейк-похороны. И никто ни о чем не догадается. Джиньос, джиньос, джиньос! За недельку до второго я уеду в Комарова и у вас в карельских скалах будет личный матоват. Все, не окупаться. Стойте! Это ведь не Борат и не чудаки. Мы ведь знаем, что люди на пляже подставные актеры. А из-за того, что история ну ни капли не реалистична и отсутствует крик, ну как в жизни, поверить в происходящее не получается. Поэтому в чем тут юмор? В мужике, который обливает себя водкой. В итоге герои, не раскрыв легенду, доходят до автостанции, на которой веселится некая свадьба. Гробом не повезу. Чтоб ты в аду сгорел. Оглянитесь вокруг, мы уже здесь. Посмотрите, насколько а глубока эта мысль. Мы уже в аду. То есть это отсылка к великому произведению Данте. По сути символизм движется, словно а душа монаха, достигшая нирваны. Дальше будет чистилище, а за чистилищем рай. А за ним катарсис. Я только втащить могу кому-нибудь. Молодожены украли гроб? Горько 2 сон, навеянный полетом камеры. Деконструирующий целую картотеку жанров, от семейной драмы до зомби-хоррора. Папа! Открыла! 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 Гайдай какой-то! А что? Гайдай какой-то! Что-что? Гайдай какой-то! Мне не послышалось? Гайдай какой-то! Вы приплели Гайдая в сцену, где гроб украли молодожены, на автобусе которых написано МДК. Я помню одну из серий передачи Фитиль, где свадьбу шифровали под похороны. Ее снимал Гайдай. Но причем тут воровство гроба под всеобщее веселье и истерики? А зачем молодожены вообще стащили гроб? А зачем фильм от России на Оскар хотели послать? Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Ну надо же чем-то свадьбу запомнить, вот мы и стащили труп. Ха-ха-ха. Погоню родню! А можно побыстрее, пожалуйста? Почину его дай. Может они его до туапсе довезут? Погоню, 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 погоню! Горячее крови, короче! Гайдай, теперь неуловимые мстители. Это не цитирование, это паразитирование. Чё ты сказал? Нет, чё, повтори! Ты нас уже с этих? В интернете, наверное? Слово мнения-то вообще нет, да? Головой думать не умеешь? Ты... Они чё-нибудь сняли сами? Вот чё-нибудь он снял, блядь? Критикуют кино, блядь, вы чё? Головой-то своей подумать можно, наверное, хоть раз? Чё ты тупые-то, блядь? Поколение пидарасов растёт. На кого страну оставляли, я не помню. О, чипсинка. Борис Иванович больше не может терпеть этого идиотизма, поэтому разрушает собственную легенду, отчего свадьба пугается и уезжает в истерике. А Борис Иванович предлагает вновь под музыку из кинзадзы тащить себя. Порой он ходит в туалет, а всё остальное время лежит, ведь его могут заметить в этой глуши хрен пойми где. И его замечает Виктор! Благо, тайна не открывается, и Витя везёт всю похоронную процессию на нескольких машинах в свой богатый дом. Ты чего? А? У меня здесь свадьба была внизу, у моря. Музыка Музыка Хватит! Помним! Помним! Борис Иванович всё так же предлагает убежать ночью в Туапсе. И закопать себя там. Видимо этим побегам никаких подозрений он не вызовет. Таташа, Никому нельзя говорить! Ты хоть знаешь, что такое одиночество? А по меня Рому бросил. Мама, в заложники взяли. Пап, всю семью убили Пап, я актриса Ты, главное, откопай меня, дочка Конечно, откопаю, пап Помогите! Помогите! После невероятной глубины драматизма В силу вступает комедийная часть Закусим продукт-плейсментом и продолжим К вечеру посидеть с мёртвым решает Виктор А компанию ему составляет жена мертвеца Че он весь в крошках у нас? Птицы Ты это стасковался по тебе, твой? Витя, 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 Витя Витя, Витя 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 Вау! Нет, серьезно Вау! Эта сцена достойная Михал-Оскара Витя, Витя Витя Убью Чего же ты сразу Не встал и не убил? Ты подождал, пока твою жену облапали и утащили. Э, пацан, дай позвонить. Вот это... Чё? Айфон? Айфон для педиков? На, сука! Помоги мне, Супермен! Супермен не помогает таким, как ты, ага! Ага, звук как в контреях, ага! Да это же дело для... Супер... И кстати, Борис не идет помогать. После крика «Убью» он надевает костюм Дарта Вейдера, покупает водку и и катается на каруселях. Музыка Вы что, только узнали про слоумо? К чему опять эти кадры с прыжками на батуте? Они раскрывают сюжет? Они юморят? Зачем вы опять их добавили? Схваченные рапидом герои, предающиеся нейроновским развлечениям, всегда бесконечно одиноки, как астронавты, выброшенные в открытый космос. Это действительно великий трагикомический эпизод, достойный Гайдая. Отъебитесь, б***ь, уже от Гайдая! Сколько можно?! Знаете, придирки Бэткомедиана пусты и надуманы, все вообще вырвано из контекста, но стоит отдать должное, его придирки на уровне А-Гайдая. А, это вино, да? А, такое же пил Гайдай. О, вы на камеру Кэнон снимаете, да? На такую же снимал Гайдай. Драмы и истерики достигают своего апогея. И после совокупления с женой лучшего друга, Витя решает поговорить с Наташей. Ты на мать-то не думай. Это ж не измена. Я твой папка, Наташа. Я твой настоящий папка. Подождите, а я че, Наташа-каравайчик не получается? А я, оказывается, Наташа-каравайчик! Я Наташа с каравай! Я Наташа! А мам сказал, что ты умер. Привет! Покончик развощокий. Если хоть кто-то скажет, что актеры в фильме плохо играют, можете смело плевать этому человеку в лицо. Лучшая актерская игра! ЛУЧШЕЯ! Надо было горько от России на Оскар посылать. За актерскую игру как минимум статуэтку бы дали. А тем временем белка из ледникового периода по-русски легла поспать в гроб, пока Борис Иванович катался на каруселях. Ну а чтобы не запалиться, Наташа закрывает гроб и именно в таком виде закрытый гроб отправляется на место захоронения. Тут же возвращается муж Наташи Рома, который узнает, что Борис Иванович подделал все подписи и продал дом родителей жениха, которые Бориса Ивановича по теплоте душевной и приютили. Что теперь делать с ним будем? Ром, ты иди отсюда не до тебя сейчас Наташ, вообще-то это он виноват Ты чем лучше-то, Ром? Ты чем лучше-то? Ты ж тоже нас бросил, Ром Наташ Иди, Ром Иди, пожалуйста, я тебя прошу, иди ищи себе другую. За счет чего живут эти персонажи? Где мотивация, логика или в мире Горько 2 все просто так Ты сказал, что разведешься с ней будто пальцами щелкнул На что ты теперь рассчитываешь? Хер с ним. Хоронить Бориса Ивановича собрались с размахом в очень живописном месте Только в гробу, как мы помним, русская белка из ледникового периода Горько 2 Аташа, это я твой отец Жоре Крыжовникову не просто повезло с его проектами Он и в самом деле новая надежда отечественного массового кино Почти как в Звездных войнах крайне остроумно процитированных им с экрана Естественно, чтобы не опозориться семья решает отвлечь внимание Я хочу рассказать историю о Борисе Ивановиче А ты такой холодный Как Аэсберг А ну-ка дай подержать Дай подержать автомат Подержать дай! Давай-давай-давай Ани отсюда! Так, мужик, у тебя придет Орел! Блядский хот-дог, которого Билли похитили в первом фильме Помогает во втором Положить Бориса Ивановича в гроб Это, это лучшая Лучшая отсылка Такая же лучшая, как актерская игра Начинается прощание с Борисом Ивановичем Витя признается, что покушение Организовал он Говорит, что хотел лишь припугнуть Но получилось иначе И да, Витя до сих пор думает, что Борис Иванович мертв Кроме Витя прощаются и те люди Которые знают обратно А если бы не ты, я-бы не стала Вставай! Там Для меня Там должно лежать Орет на труп в гробу Хахаха Па! Помоги мне уроки сделать А ну, заткнись там! Я в фильмы смотрю, не видишь, что ли? Спасибо вам, Борис Иваныч, за доброту. За щедрость. За поддержку. Знаете, есть кино про ублюдков, про плохих людей. Например, «Грязь» или «Бригада». Но этим персонажам можно сопереживать. «Горько 2» же снято и отыграно так, что персонажам не хочется сопереживать. И хочется уничтожить. Медленно, с выдумкой. Наблюдая за мучениями, уничтожить. А потом съесть именную печеньку. Оплёванного и обитого Бориса Ивановича, наконец, закапывают. На месте захоронения делают курган. И, наконец, начинаются поминки. На которые, конечно же, позвали Светлакова. Давайте, давайте, давайте. В тот раз как-то повеселее, что ли, было. Я специально здесь, чтобы от себя лично, от Урала, от здравого смысла поздравить очень хорошего человека. Борис Иванович, где вы? Я вас просто не вижу. Где вы? Там же, где и российский кинематограф. Вы что, не понимаете, что это подстава? Жесткая подстава. В новой серии нашей Раши. Я капец, блин. Я в жизни такого не было. Вы охренели, что ли? Сегодня в 10 вечера на ТНТ. Далее Светлаков выпивает водки и начинается праздник похорон. Вспоминаем! Горько оказалось картиной, которая не только сатирически высмеивала русского человека, но и относилась к нему с настоящей любовью и сочувствием. Да, мы пьяные, бодловатые и безвкусные, зато душевные. Не только пируем, но и тоскуем с размахом. Во время всеобщего веселья Борис Иванович не может дозвониться до дочки. Гоп и другой гоп делят бабу. Упоротый танцует, ну а Светлаков бухает. Мама моя, думала, что меня убили, пока я в командировке. Так это тот, кого на зоне убили. У меня еще раз сына на зоне убили, сына убили, сына, сына убили. На зоне сына убили, убили, сына, сына на зоне убили. Кому не плевать, а? А вот тебе что, маникюр что ли? Никто кроме нас? Никто кроме нас! Все, ухо прокол. За ветеранов! За, 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 за! За, за, за! Светлаков педик! А вы должны эти тупые! В итоге все начинают выпивать за любовь, петь за любовь и танцевать за любовь. Буквально дух Игоря Николаева захватывает свадьбу, эээ, поминки. Витя предлагает отцовские услуги и вернуть Рому, и свадьбу заново сыграть, и работу Роме найти. Естественно, Наташа тает. В бонус Витя выкупает и возвращает проданный Борисом Ивановичем дом, его истинным владельцем, что поднимает рейтинг Виктора до небес. В связи с этим поминки набирают обороты. Надо было полынь не травиться, регулярно. Вы поняли, поняли, она в первой части тоже про полынь говорила. В национальных особенностях русской свадьбы и русских похорон не так много отличий, поэтому танцуют все. Главное не забывать и покойнику кутью оставить. В его режиссерском котле кипящая вариваясь традиции Островского и Сухого Кобылина, Чехова и Гоголя, Данелия и Рязанова, а также Триира и Рауля Уолша. А как же Гайдай? А если серьезно, нам действительно надо гордиться национальными особенностями похорон. Ну, вроде бразильских танцовщиц или диджея. Это вообще-то наше общее достояние. Или это бутерат? В конечном итоге семья рада, что Борис Иванович ушел и где-то под землей подгнивает. Никто его выкапывать не собирается. Зачем? Ведь у них теперь есть новый отец и муж. Гораздо успешнее и добрее. Срывается лишь Наташа, но уже поздно. Борис вылез сам. Борис Иванович, который занял денег у своего старого друга, долго не возвращал и старый друг решил припугнуть. То-то покушение такое вялое было. Борис Иванович смекнул, что теперь возвращать уже ничего вообще не надо. Поэтому прикинулся мертвым, дабы потом всплыть под другим именем и тратить чужие денюжки. Деньги взял. Сказал гостиницу построит. Как вы понимаете, семью он тоже прокинул. Поэтому Борис начинает просить прощения у каждого по настоянию Вити на колени за свое отвратительное поведение и мерзотное отношение к семье. Но обрывает все это белка из ледникового периода. Борис Иванович, что ты делаешь? Борис Иванович, что ты делаешь? Подождите, а как же мы, зрители? Перед нами никто извиниться не хочет? За что? За то, что ты на свою кубу на 20 лет свалил? Нет, за то, что ты у него взял денег и попытался обмануть, чтобы не возвращать. Очевидно же. Меня стреляй! Витя! Витя, не стреляй ни в кого! Покраби шатер красненьким. Витяр! В меня! Насквозь! Я уж думал, вы не попросите. Витя, стреляй! Ну что встал? Стреляй! Или слышь? Була, опять в ногу! Молодец! Молодец, Ромик, вовремя! Ой, 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 ой! Расплескалась, синева! Расплескалась! Маша! Наташа! 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 Почему каждый раз персонажа, которому можно сопереживать, втаптывают в грязь и унижают, предлагая нам сопереживать тем, кого вообще не жалко? Да, он припугнул с помощью автоматов Бориса Ивановича. Но если ты занимаешь огромную сумму денег у богатого и опасного человека и не возвращаешь их, нужно ждать каких-то последствий. Серьезно. Эх, эти поверхностные суждения. Мне смешно. Это плебеи, что с них взять? В итоге вся невнятная семейка возвращается на помойку, в которую превратили дом кредиторы. Также возвращаются они и к старым образам. Одни к ржу не могу. Как тебе моё тельце? Примадонна! Другие к сволочным. Вы что, тут до темноты собрались ковыряться? Вы-то там поминали, а я твой дня не жрал. То есть, по сути, ничего и не изменилось. Ты снимаешь? Наташа! Наташа, отца, доктор! И раз! И два! И три! Витмин. Помогите, пап! Если у него в ногу попадет инфекция и ногу отрежут, это станет уроком для всей семьи. Шучу, не станет. Просто в следующий раз они кинут в воду инвалида. Ну и, конечно, создатели ставят точку в безумно проработанной сюжетной линии любви Ромы и Наташи. Рома, ты меня никогда не брошешь? Ну что ты, дурак что ли? Я не шучу, это всё. Он тебя в начале, не задумываясь, бросил, дура ты набитая. Или в этом фильме всё просто так. Ничего не подкрепляется действиями персонажей. Везде пустословие. Это просто какой-то набор кадров. С какими-то людьми, с пьянкой, предварительными ласками у гроба, никаких четко выстроенных отношений, никакой мотивации. Единственное, что это музыка. Включи её и схавают. Прямо ты мне караник бросил? Что ты, дурак что ли? Что они сошлись то опять? Ну пришли заботы, дом семья работает. Ха-ха, Николай. А ну пожалуйста, хорооо. Ну а в титрах мы узнаём, как выбрался из гроба Борис Иванович. Ну здесь две тонны камней, вы чё? Я, точнее, не справлю. Ну. Давайте вниз уже, вы там снизу, а я здесь. Танцуй пока молодой. Танцуй пока молодой. Танцуй пока молодой. Танцуй пока молодой. Ну и конечно самое замечательное в этом фильме это посыл. После винегрета кадров становится понятно, не важно какие у тебя родственники, пусть лжецы, ворюги, мрази, гниды и ублюдки. Ты должен их любить. А вот человек, который тебе искренне помогает, который тебе родственник, но тебя не воспитывал, твой враг. Его надо унизить, облапошить и забыть. Человеческая история, вот наше конкурентное преимущество. История о людях в нашей стране узнаваемая, смешная, трогательная, грустная местами. И да, ну ни разу не про жизнь, и ни разу не узнаваемая. Здесь даже близко реальности нет. Начиная от воровства гробов, заканчивая бразильскими танцовщицами. Да ты просто на погранах не был. Что с юмором? Ну, то мертвых либо хорошо, либо ничего. Всего плохого. Ну что можно сказать об итоге? Жора Крыжовников, как творец, взял фрукты своей души, добавил их в блендер кинематографа, чтобы получить смузи иронии, юмора и хорошего настроения. И немножко так, совсем немножко, для привкуса грусти на губах, он добавил сельдерей драмы. Восхитительное кино. Гайдай какой-то! 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 Гайдай какой-то!